Ну что, всем здравствуйте. Надеюсь, ближайшие полчаса пройдут интересно. Я укуну вас в мир инвестиций, в недвижимость на самом известном, на самом волшебном острове в мире. Это остров Бали. Давайте познакомимся. Меня зовут Валерия. Я старший брокер в компании Magnum Estate. Кто такие Magnum Estate, мы с вами еще обсудим, потому что Estate достаточно много. Надеюсь, вы нас запомните. Давайте начнем издалека. Индонезия. Как бы это ни было странно, большая часть людей даже не знает, что остров Бали находится в такой стране, как Индонезия. Я решила показать вам визуально. Россия, наша самая большая любимая страна. 146 миллионов человек. И Индонезия такая маленькая, и в ней проживают более 280 миллионов при таком маленьком объеме территории. На самом деле я бы начинала при рассмотрении именно инвестиционной недвижимости со страны, в которую мы планируем инвестировать. Потому что лично для меня есть секрет три правила успеха в инвестиции. Первое – это локация. Локация глобально как страна, так более узко, к примеру, район и так далее. Что мы скажем про Индонезию? Когда я первый раз слышала Индонезию и только собиралась лететь на Бали, мне казалось, что это страна третьего мира. На самом деле на сегодняшний день Индонезия – это седьмая экономика мира. И экономически это первый показатель, на который бы я смотрела. Для сравнительной характеристики у нас уровень инфляции меньше 3%. Для понимания уровень инфляции официальной в Турции – 78%. Неплохая разница, согласны? А внешняя политика страны – тоже немаловажный сейчас показатель. Внешняя политика страны – это нейтралитет. Это значит, что за всю историю Индонезия не участвовала ни в одном политическом конфликте. И, насколько я знаю, участвовать в них в ближайшее время и ни в ближайшее не собирается. Что еще плюс? Когда вы получаете доход, у нас рупия – очень стабильная валюта, она привязана к доллару. И, мне кажется, с нынешним курсом очень приятно будет получать доход в долларах. Соответственно, Бали. Нужно понимать, что Бали – это не остров. Бали – это бренд, известный на весь мир. Вот почему в Индонезии 17 тысяч островов, сотни тысяч островов по миру, но у нас стал известен только один остров – остров Бали. Есть кто-то, кто никогда не слышал про Бали? Вот вообще первый раз сейчас пришел и услышал от меня. А сейчас, если я попрошу кого-то назвать три филиппинских, три мальдивских острова, и вы там не были, мне кажется, будут проблемы. Итак, Бали. Но все-таки будем немножко о цифрах. У нас самая высокая доходность в мире с арендного бизнеса. От 12-15% годовых. Честных, чистых 12-15%. Вам сейчас могут рассказать и 20%, и 30%, и 40%. Но давайте смотреть как-то реально более на вещи. И средняя заполняемость у нас не менее 80%. Это очень высокий показатель. Откуда берется эта доходность? Вот, чтобы вы понимали, остров Бали. Он маленький. Он 90 на 130 километров. То есть я на байке со скоростью 60 километров в час отсюда до сюда доезжаю за 3 часа. Соответственно, фиолетовым я отметила туристические зоны. Самый фиолетовый семеньяк Чингу – это самые туристические районы. Есть район Убуд, про который многие слышали, ретриты, йога и так далее. И есть район Санур. Все остальное – это рисовые террасы, водопады. В общем, все, что угодно, только не земля под строительство. И вот на эту маленькую туристическую зону приезжает от 11 миллионов человек, которые хотят есть, пить, спать, отдыхать и так далее. Если мы сравним с другими странами, вот у нас Бали 12-15%, Таиланд даже под нему доходит до 10%, потому что Азия… Почему Азия вообще? Потому что стабильно, потому что круглогодичный сезон. Нет такой ярко выраженной, к примеру, как в Дубае или в Турции сезонности, потому что безопасно, потому что стабильная экономика. И мы же инвестиции рассматриваем не на 3 месяца, мы же рассматриваем на 5 лет, на 10, на 3 года. Поэтому нужно смотреть вперед. Про Россию 5,5%, окупаемость 25 лет, я думаю, все в курсе, я не обманываю. Что на сегодняшний день происходит на Бали? В Бали просто вкачивают деньги в развитие инфраструктуры. Я сейчас вам покажу. Это не то, что в далекой перспективе, это то, что уже здесь и сейчас. За последний год у нас открыли новый порт для круизных лайнеров. У нас открыли марину для яхт. У нас открывают сейчас самый большой торговый центр в Юго-Восточной Азии. Если для Москвы тут торговых центров миллион, то на Бали он один, единственный. И это реально очень круто. У нас начали строить трассу Формулы-1. Все знают, там, где строится трасса Формулы-1, это сразу взлет туристического потока. У нас строят парк Paramount Pictures, Диснейленд. И у нас строят единственный медцентр в Юго-Восточной Азии, где смогут работать зарубежные доктора. И вот сейчас запомните всю эту инфраструктуру, я к ней обязательно вернусь. Про что Бали? Вот я живу три года на Бали, и почему же он стал таким известным? Это остров, на котором каждый найдет себе место по душе. Кто любит ретриты, поедет в Убуд. Кто хочет океан, у нас лучшие серф-споты. Кто хочет вечеринки, у нас лучшие в мире вечеринки. Бич-клабы, рестораны, многонациональная аудитория. И это действительно остров, который наполнен волшебством. И я в конце выступления попробую вам тоже добавить немножко волшебства. Итак, опять же, откуда берется доходность? Вот что у нас происходит в туристических районах. Они застроены на 99%, на 90%. Соответственно, те хорошие участки земли, которые есть, они будут пропорционально расти в цене. Почему? Таиланд. Что такое Таиланд? Это много разных островов. Самуи, Паттайя, Пхукет и так далее. А Бали один. И он ограничен своей территорией, и он ограничен своей прибрежной зоной. Он шире уже не станет. Мы не насыпем острова, как в Дубае. Он у нас уже какой есть, такой есть. Поэтому очень много туристических мест. Я сейчас не буду на них останавливаться. Но кто же такие Magnum Estate? Это самая крупная компания-застройщик на острове Бали. Чем мы отличаемся от всех других застройщиков? Я люблю рассказывать всегда реальную ситуацию, что происходит. На Бали на сегодняшний день есть, к примеру, 5 крупных компаний. Не 105, как в Дубае, а всего лишь 5. Но за последний год у нас зарегистрировано более 800 новых девелоперских компаний. Вы же понимаете, почему? Потому что рынок Дубая-Турции просел. Все риелторы Дубая переехали сейчас на Бали. Все, кто строили 5 домов в Подмосковье, они сейчас все на Бали строят свои виллы. А что они будут строить? Они будут строить маленькие однотипные виллы, таунхаусы, дуплексы и так далее. Через 2 года нас ждет эпидемия однотипного жилья. Конкретно девиз нашей компании – это просто преступление против строительства делать однотипное скучное жилье. Поэтому мы идем от обратного. Управление. Знаете, на чем сыпятся все застройщики? Не только на Бали. Не на стройке, не на качестве. Все сыпятся на управление. Потому что вы приходите к менеджеру, он говорит, 20% годовых. В первый год все супер. Когда доходит дело до получения этого дохода, там далеко не 20%. Почему? Потому что нет грамотного выстроенного маркетинга. Нет понимания, как грамотно все это сделать. Конкретно у нас управляющая, директор управляющий Скотт, 20 лет управлял отелями Four Season, причем в азиатском районе. Соответственно, у него есть свои отели, есть. Он управлял казино Рояль, помните, из мальчишника в Вегасе. Отель. Соответственно, человек действительно понимает, как делать маркетинг, как делать доход и как сделать так, чтобы мы зарабатывали. Потому что мы работаем все над одной общей целью. О нас говорят очень много в СМИ. И сейчас вы поймете, почему именно про нашу компанию. Мы строим уникальные комплексы. Вот кто вообще был на Бали? Есть кто-то? Класс. Класс. Раз, два, три. Три человека, не так много. Для всех остальных рассказываю, что такое Бали. Весь Бали застроен вилами. Вилы, 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 вилы. Нет конца и края уже этим вилам. И устали, честно говоря, все от этих вил. Почему не стоит под инвестицию покупать вилы и почему их так много? У нас на Бали нельзя строить выше четырех этажей. Соответственно, чтобы построить вот такой огромный проект, должен быть огромный участок земли. А теперь вспоминаем, что у нас происходит в туристических районах, где земли вообще нет. Соответственно, все строят вилы, смотрят друг к другу в стенки. И очень большая конкуренция в этом сегменте. Мы идем от обратного. Когда все строят вилы, мы строим апартаменты. Когда все начинают строить апартаменты, мы построим такие апартаменты, которых никто и никогда построить уже не сможет. У нас их четыре комплекса, и каждый чем-то отличается, и каждый на 90% направлен на то, чтобы получать доход. Основной плюс и отличие нас от других компаний. Мы строим жилую недвижимость. Это значит, вы сами прилетели и живете хоть один день в году, хоть круглый год. У нас нет такого ограничения. Три дня вне сезон и уезжаете. Но если вы отдаете сдавать нам, как управляющей компании, мы будем сдаваться, как пятизвездочный отель по официальной отельной лицензии. Классно, классно. Я думаю, получать доход с пятизвездочного отеля на острове Бали и еще сам там отдыхать. Соответственно, первый комплекс нашей компании. Они называются очень просто, очень просто запомнить. Magnum Resort, а дальше по названию района. Санур. Вы слышали, наверное, что на Бали очень большие волны. Все для серферов, очень круто, волны, 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 волны. Но есть только один район, где можно плавать, как в море. Называется он Санур. И что мы сделали? Мы выкупили единственный свободный участок на первой линии и строим единственный комплекс жилой недвижимости на первой линии с частным пляжем и частным бич-клабом. Вот скажите, если бы вы приехали отдыхать в любую страну, классно жить на первой линии? Я думаю, классно, когда не нужно 500 метров или 1000 метров или 3 километра идти до пляжа. Соответственно, а так как таких проектов нет, это уникально. Мы строим премиум сегмент. Что это значит? Мы строим, во-первых, под ключ, полностью с мебелью, с техникой, с системой, умный дом и так далее. Теперь вспоминаем ту инфраструктуру, которую я показывала. Помните? Марина, порт для лайнеров, торговый центр, медцентр, трасса Формулы-1. Все это строится в районе Санур, потому что район Санур самый перспективный, и именно государство в него вкладывает самые большие деньги. Итак, власти Индонезии назначили Санур, как я сказала, особой инвестиционной зоной. Вся эта инфраструктура уже на сдаче или построена. Мы сняли фильм в стиле Орел и Решка про район Санур. Немножко про наш проект, но если вы хотите прям окунуться в эту атмосферу, стоит его посмотреть или написать в конце мне, я вам пришлю его индивидуально. Чем еще мы отличаемся? Что такое вилла? Вилла – это дом и участок, и бассейн. Все. На Бали нет комплексов по дубайскому типу, где включена вся инфраструктура. А хотелось бы. Соответственно, мы строим комплексы с бесплатной инфраструктурой. Вы представляете, что такое 8 тысяч квадратных метров? Это бесплатные спа, спортзалы, бассейны, каворкинги, лаунжи. И, как вы видите, мы строим все, назовем это, дорого-богато. Почему? Не потому, что мы сумасшедшие и нам такой стиль нравится. У нас субтропический климат. Это сумасшедшая влажность. Вы представляете, что будет с деревом через два года в субтропическом климате? Оно начнет просто гнить. А если оно начнет гнить, то половину вашего дохода будет забирать амортизационный фонд. Почему-то про это ни один из застройщиков, который строит из дерева, не рассказывает. Итак, мы строим рестораны. То есть у нас в комплексе будет все. По факту из него можно практически не выходить, но выйти все-таки захочется на пляж. Каворкин, детская зона, йога, спа, фитнес. И это все бесплатно. Премиум дизайн. Первые этажи у нас идут с частными бассейнами. Вторые, третьи и четвертые. С четырехместными джакузи на террасах. 40 метров терраса. То есть я бы этот комплекс назвала такой тяжелый люкс. Но 101 квадрат площадь односпальных апартаментов. 200 квадратов это будут двухспальные апартаменты. И все, что вы видите на рендерах, вплоть до посуды, постельного белья, вазочек и так далее, все включено в стоимость. Почему? Потому что 80%, 90%, как мы даже видим тут по аудитории, на Бали не были. И прилетать не собираются. И не собираются контролировать, как сдается их жилье. И покупать вазочки они не могут. Поэтому мы все сдаем под ключ. Соответственно, я подготовила некоторые кейсы интересные. Все любят цифры, помимо красивых картинок. Смотрите, этот комплекс уже возводится четвертый этаж. У нас люди заходили по 390 тысяч долларов. Я взяла одного конкретного клиента. Сейчас цена от 510. Есть еще некоторые перепродажи. Срок инвестиций 5 месяцев. Чистая прибыль составила плюс 30% годовых. Не плюс 100% годовых, не плюс 200, как многие говорят, а честных чистых 30%. За 5 месяцев, за полгода это шикарный результат с точки зрения перепродажи. Следующий комплекс. Также просто. Magnum Resort Berava. Самый любимый мой комплекс. Вот я прям хочу большой восклицательный знак. Это самый инвестиционный проект на Бали, который лично я так считаю. Потому что все знают Marina Bay Sands, Сингапуре корабль. Так вот, мы строим комплекс с самым длинным бассейном в мире на крыше. Мы переплюнули Marina Bay Sands на 40 метров. У нас 190 метров беспрерывного бассейна. С видом на океан. В 500 метрах от океана. А что самое главное, может кто-то слышал, может нет. Есть такой район, называется Чингу. Это концентрация туристов. Это концентрация, вообще не знаю, всего туристического потока, бич-клабов, баров, ресторанов и так далее. И именно в этой локации мы выкупили, опять же, последний большой участок и строим наш комплекс апартаментов. Концепция одинаковая. Премиальные апартаменты, 80 квадратных метров с инфраструктурой. Но мы все-таки будем говорить о цифрах. Итак, мы уже построили что-то уникальное. Выбрали точнее. Строим в процессе. Мы выбрали супертуристическую локацию, как остров Бали. Супертуристический район. Делай за малым. Заработать на этом. Есть несколько вариантов. Как бы сделала я? Смотрим. У нас первый взнос 30% по рассрочке. Это 93 тысячи долларов. Дальше мы должны были бы платить рассрочку до завершения строительства равными платежами. Но мы так делать не будем, потому что мы хотим зарабатывать. Итак, 93 тысячи долларов внесли. А дальше в течение года, раз в квартал, это раз в три месяца, мы вносим 15500 долларов. Это миллион 450, наверное, примерно. То есть вы раз в три месяца вносите миллион 450. Ненапряжный платеж, мне кажется. Соответственно, четыре таких платежа. И по итогу года мы с вами внесли 50%, это 155 тысяч долларов. Достаточно адекватная сумма входа. И у нас есть условие в компании, что вы можете выходить из сделки, из проекта, не гася полностью рассрочку. Итого, я подготовила стратегию. У нас есть, как у любого застройщика, не поверите, плановые поднятия цен. И если вы будете идти за нашими шагами, по итогу года оно вырастет на 60 тысяч долларов. Мы можем выходить, не гася полностью рассрочку. И даже я занижу цифры, но по итогу года просто на перепродаже, вложив 155 тысяч долларов, можно будет заработать от 25, давайте так, до 30 процентов годовых. Хороший результат, хороший, при этом, что вы комфортно платите себе рассрочку. Но есть второй вариант, когда лично я планирую делать так. Оставляем до сдачи и получаем доходность от 14-15 процентов годовых, потому что это самый премиальный комплекс, потому что это самый уникальный комплекс на Бали. И, конечно, все захотят приехать на Бали и сделать фотки в самом длинном бассейне в мире на крыше. Ну, 100 процентов. Я вам как девушка это говорю, ну, прям с высокой долей вероятности. Третий проект. Для тех, кто не любит ждать и переживать, достроиться, не достроиться. Ну, когда же уже ключи? У нас есть готовый комплекс. В мае выдаем ключи. Все в нашей стилистике, в нашей концепции. 5000 квадратных метров инфраструктуры. Односпальные апартаменты по 60 квадратных метров. Все-все-все в премиальной отделке. И по этому комплексу есть классный оффер. Вот это мы где-то месяц назад фотографировали. Сейчас комплекс уже практически полностью готов. Доходность будет от 13 процентов годовых. Но суть в том, что сейчас точка входа. Есть два апартамента. Никакого секрета. Это выходит инвестор. Достаточно быстро. Он готов отдать по 165 и 175 тысяч долларов. Итого вы вкладываете 165-175 тысяч долларов не где-то в Турции, не на северном Кипре, а на острове Бали, где сейчас идет рост цен. И ничего не нужно ждать. С июня получаете от 13 процентов годовых в валюте. Классно? Классно, я считаю. Вот конкретно по этим предложениям, кто захочет, в конце выступления подходите ко мне или сканируйте мой номер телефона, я его покажу. Есть важный момент, на котором бы я хотела остановиться. Никто или большая часть не знает, как оформляется в собственность или в несобственность недвижимость на острове Бали. У нас 90% недвижимости, даже больше, это долгосрочная аренда, которую не нужно бояться. Это не аренда квартиры в Москве. Это нотариальный договор, когда вы арендуете или вы покупаете недвижимость на определенный срок. Средний срок по Бали 25 лет, что дают все застройщики. Вот моя рекомендация. Лисхоуд за 25 лет брать не надо. Это не про инвестиции, это не про… Ну, я не знаю, вот не надо и все. Так как у нас немножко ресурсы другие у компании, как вы видите, и лисхоуды у нас совершенно другие. Первый комплекс 50 лет, второй комплекс 31 год, третий 43. То есть у нас изначально почти в два раза больше, чем у всех конкурентов на острове Бали. А годы, как тут, вы понимаете, решаете. Но есть маленький процент недвижимости. Вот такой вот. Это недвижимость в полную собственность. С 2023 года это стало возможно. И мы строим единственный, как и все наши проекты, комплекс апартаментов на первой линии в полную собственность. Больше апартаментов на Бали в собственность не будет. Почему? Потому что нет земли. Все совершенно верно. Итак, все в нашей концепции. Инфраструктура на крыше. Первая линия, 30 метров до пляжа. Семиньяк это такой же туристический район, как и Чингу. Я бы сказала, это один район перетекает в другой. Первая линия, опять же, ни для кого не секрет, не менее 80% это регулярная заполняемость. Односпальные апартаменты по 40 квадратных метров. Но тут у меня для вас есть бонус. То есть собственность уже звучит достаточно уверенно и безопасно. Согласны? Но чтобы это совсем было уверенно и безопасно, сейчас я вам покажу, мы готовы дать гарантированную доходность 21% за 3 года. Как это выглядит? 7% годовых вы получаете в течение 3 лет гарантированно. Это значит, если завтра у нас вторая волна ковида, остров закрывается, у него там 50% заполняемости, вы все равно получаете свои 7%. Но как делают застройщики, к примеру, в Таиланде? Они вам дают выбор. Вы или гарантированные 7 берите, или давайте идите в пул, и сколько выйдет, столько выйдет. А у нас не так. Вы получаете 7% гарантированных, но все, что сверху, к примеру, там вышло по году 10-12% годовых, это тоже все отходит инвестору, потому что мы считаем так честно. И, честно говоря, это достаточно правильно. Расскажу вам, не знаю, интересно или неинтересно, как работают вот эти системы гарантированной доходности, потому что очень многие подходят и говорят, хочу гарантированной. Вот вы приходите к застройщику, он вам говорит, или гарантированный 7, или пул. Вот один выбрал 7 гарантированных, а второй выбрал пул. И знаете, чем это все заканчивается? Застройщик сначала раздает тем по 7, а потом вот этот остаток, который может быть совсем небольшой, тем, кто на пул. И те много не зарабатывают, потому что всего 7% у них гарантированной, и вторые не зарабатывают, потому что там ничего не осталось. Может, и осталось, но вы этого точно знать не будете. Поэтому, конечно, это не самая удачная инвестиционная история. Но только если вы согласны на 7%. Мы не согласны, мы хотим от 10, от 12, поэтому если конкретно по кейсам, в первый год этот комплекс реально покажет от 10% годовых. У нас управляющая, кстати, очень часто задают этот вопрос, сколько берет управляющая, она берет 15%. Соответственно, все остальное отходит инвестору за вычетом расходной части. Вы помните, я обещала, что в конце выступления я наведу немножко балийской магии. Я просто искренне в это верю. Я хочу, чтобы вы тоже поверили. Поэтому у нас идет розыгрыш. 7 дней проживания в нашем комплексе. Помните комплекс, который готов? Хотелось бы там пожить? Для этого не нужно купить квартиру, продать почку, дать мне свой номер телефона. Нет, для этого ничего не нужно. Для этого нужно подойти на наш стенд, пройти нужно будет за мной и в лототрон опустить бумажечку. Розыгрыш будет завтра на таком же выступлении. В конце выступления, если не ошибаюсь, там около 4 часов. Даже если вас не будет, предупреждаю вопрос, потому что мы этот розыгрыш проводим регулярно, я буду вытягивать бумажку и звонить. Главное взять трубку. Если вы хотите узнать результаты, если вы хотите со мной пообщаться, если вы хотите получить инвестиционное предложение, если вы риэлтор и хотите сотрудничать, если вы просто хотите сказать спасибо, Валерия, то что мы отлично провели полчаса, пожалуйста, напишите мне. И для тех, если вам понравился какой-то конкретный проект, и вы хотите получить по нему предложение, расчет, оффер и так далее, я с удовольствием вам это предоставлю. Я думаю, у нас еще есть время, и поэтому если у кого-то есть вопросы здесь и сейчас, то я готова на них ответить. Нужно только поднять руку, и в принципе это может быть про что угодно. Продолжение следует...